А редкий разговор пойдет у нас сегодня. И разговор будет о гарантии. Да, вот многие возят мотоциклы, и не только. И многие продают. Да, вот только что дали то. То есть вы купили скутер. Да, возможно, он хороший, катал немало японских поп. И купили вы его аж за 27 рублей. И что дальше то? Вы пусть и не скоро, хотя некоторые достаточно скоро его размолотили. И что? Кстати, про скутеры. Их выпускают в больших количествах страны разные. А вот вам то, что производится в Тайване. Не каждому дано, но миру экстрима-то дано. На эту продукцию выдавать двухлетнюю гарантию. Причем на все, что производится. Кстати, мне по большей части нравятся скутера большим объемом. На них как-то круче высачить то. Просто в свое время в Турции таких не было. Хотя здесь и на мотоциклы. И на все то же самое двухлетняя гарантия. Кстати, здесь есть и променад для девочек. И то, что позволить могут себе в большей степени мужчины. Да, есть и ЦФ Мото. И там много из того, на что такой гарантии, кстати, не получается. Хотя, как сказать-то. Я вот провалявшись и совсем недавно в номерах других и других условиях понял, что лето, пусть и зависнувшее на несколько дней или недель, позволяет в конце июня хоть дать-то возможность отдохнуть. И дать силы тому, кто в руле. И не так часто показывать качество тайваньского скутера. И вот так мы плавно рассекаем на продукции под названием СИМ. Откуда эта продукция, я потом вам объясню. И сколько на нее положено гарантии. Вы видели, как я ездил, да? По улицам города Магнитогорска. Дело в том, что город Магнитогорск, это пространство с севера на юг всего лишь 19 километров, если что. Поэтому я езжу по городу Магнитогорску на своих больших и очень больших автомобилях со скоростью 40 километров в час. Именно с такой скоростью может ездить вот это транспортное средство. Поэтому прежде чем ездить летом, подумайте о том, на чем вы будете ездить. То есть 40 километров в час и расход топлива не очень-то большой. Тем более, что можно и вторую половину сзади прицепить. Теперь где эта техника делается и почему на нее такая гарантия? Два года. И здесь стоят замечательные японские подшипники. Сейчас объясню. Дело в том, что есть здесь, конечно, и китайская техника, но вот эта техника из того промежутка, который располагается рядышком. То есть Таиланд, точнее не Таиланд, а Тайбэй. Вот, в общем-то, оттуда она идет. И там, естественно, люди просекают и на таких агрегаторах. Что касается всего остального, то обратите внимание, как она сделана. Ох, красота! Цена вопроса. А цена вопроса, кстати, на некоторые экземпляры чуть-чуть подешевле. Естественно, вы сегодня сейчас можете, и благо погода у нас позволяет, ездить и лето, и немного из осени на продукции вот такой замечательной симовской конторки. Да, это правильно. Да, в мире экстрима понимаешь, что везут правильные, везут-то ведь надежные. И почему нет-то? Дело в том, что магнитка в данном случае может не кататься на том, в чем цена на 10 тысяч дешевле. То есть это не есть Япония, и там нет японского качества. Хотя, честно, я толком не понимаю, где качество в том, что производится для простого японского труженика. И чем это хуже полутора миллиардов китайцев, и немалых тайцев, и не очень малых тайваньцев, я даже не пойму, в чем там разница между индийцами или пакистанцами, и вообще всем азиатским миром. Это я немножко понятно так объясняюсь то. Может, еще проще объяснить? Нам с нашими 135 миллионами населениями не учить надо, а понимать, как там живут-то и живут не бедно. И надо опять же понимать, кто в Магнитогорске держит-то гарантию. Кто? Дамир Экстрима. Вот кто. На Галиулина 1А.